Уважаемые налогоплательщики! Обязанность по исчислению для налогоплательщиков физических лиц, суммы транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц, налога на доходы физических лиц, в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ, возложено на налоговые органы в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса РФ. В связи с этим налоговый орган не позднее 30 дней до наступления срока платежа по налогам направляет налогоплательщику налоговое уведомление. С 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему РФ. При этом отдельный платежный документ квитанции не направляется. В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется налогоплательщику. Уведомление будет направлено на следующий год с начислением налога за два года, без начисления пени. Налоговое уведомление может быть передано физическому лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. Для пользователей личного кабинета налогоплательщика налоговое уведомление размещается в кабинете и не дублируется почтовым сообщением. Налоговые ставки и льготы, включая налоговые вычеты из налоговой базы, устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня. По транспортному налогу главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортного средства. По земельному налогу и налогу на имущество физических лиц главами 31 и 32 Налогового кодекса Российской Федерации. И нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения объектов недвижимости. С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях можно ознакомиться в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт Центр Федеральной Налоговой Службы России по телефону 8 800 222 2222. Как воспользоваться налоговой льготой? Проверьте, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого изучите содержание граф «Размер налоговых льгот» по всем налогам на имущество и «Необлагаемая налогом сумма» по земельному налогу в налоговом уведомлении. Если в налоговом уведомлении льготы не указаны, необходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в налоговом уведомлении. По транспортному налогу. На федеральном уровне освобождение от уплаты налога предусмотрено статьей 361.1 Налогового кодекса РФ для владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в Реестре транспортных средств системы взимания платы Платон. На региональном уровне законами субъектов Российской Федерации также для других льготных категорий налогоплательщиков – инвалиды, ветераны, пенсионеры, многодетные. По земельному налогу действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям – пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с законом Российской Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица предпенсионного возраста, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и другие категории граждан, указанные в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации. Дополнительные льготы установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения земельных участков. По налогу на имущество физических лиц на федеральном уровне льготы предусмотрены для 15 категорий налогоплательщиков – пенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хвостроений до 50 квадратных метров. Льготы предоставляются по выбору налогоплательщика в отношении одного объекта каждого вида – квартира или комната, жилой дом, хозяйственное строение или сооружение, гараж или машиноместа. С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 квадратных метров общей площади квартиры, части квартиры-комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома, в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого имущества. С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях можно ознакомиться в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр Федеральной налоговой службы России по телефону 8 800 222 22 22. Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, необходимо подать заявление о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц в любую налоговую инспекцию. Если заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось ранее в налоговый орган и в нем не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново предоставлять заявление не требуется. Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная или некорректная информация об объекте имущества или его владельца, в том числе о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе, то для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом. 1. Для пользователей личного кабинета налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика. Для иных лиц посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию, либо путем направления почтового сообщения или с использованием интернет-сервиса Федеральной налоговой службы России обратиться в Федеральную налоговую службу России. При наличии оснований для перерасчета налога и формирования нового налогового уведомления, налоговая инспекция не позднее 30 дней сформирует уточненное налоговое уведомление и направит вам ответ на обращение или разместит его в личном кабинете налогоплательщика, в том числе в случае отсутствия основания для перерасчета налога. Налоговые уведомления за налоговый период 2018 года направляются не позднее 1 ноября 2019 года при наличии установленных статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации оснований для их направления. При неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию, либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика, или с использованием интернет-сервиса Федеральная налоговая служба России обратиться в Федеральную налоговую службу России. При этом налоговые уведомления не направляются в следующих случаях. Наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога. Если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей. Налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика» и при этом не направил в налоговый орган уведомления о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе. Как оплатить налоги? Оплатить налоги можно через платежный терминал Сбербанка России. При этом не взымается комиссия с платежа, независимо от того, делаются ли это с помощью банковской карты, либо наличными денежными средствами. Онлайн через свой личный кабинет налогоплательщика, также и при посещении банковской организации. Получить информацию о задолженности можно одним из следующих способов. Обратившись лично в налоговый орган, с помощью сервиса официального сайта Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», проверить наличие информации о себе в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, авторизировавшись на едином портале государственных и муниципальных услуг. Адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 3 по Ленинградской области, город Кингисепп, Криковское шоссе, дом 49. Телефоны для справок 4-71-20, 4-71-27. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова